У жителей шмадзетных семей одно из самых значных питаний – жилевое. Задача уладов – допомогать батькам створать комфортные умовы для себе и своих детей. Способов множества – субсидирование индивидуального будовинства, возведение шматкватерного жилья, допомога у реконструкции домов. Как и житовляется державная поддержка шмадзетных семей в Рогашевском районе, ведает Миколай Скентеян. У семьи Иваншиковых за крохородка Поблова пятеро маленьких детей. Зусим худко у их жития отбудется важная падея – переезд у новый утульный дом. Жилье Амаль готовое за столица дробези. Процелники мясовой улады веншуют семью с початком нового життя. Иваншиковы не скрывают – просторный дом их давняя Мара. Очень нравится, красиво. Давно хотели свой дом, мечта сбывать. Ну, скорее бы, скорее бы заселиться. Будовництво протягивалось околя по угоду. 112 квадратных метров, 5 покоев, электричное оттепление, центральное водозабеспечение и канализация. Усе необходимые умовы для великой семьи. Про это грошовое питание батьков совсем не тревожить. Сгодно указу президента, сельская семья, у которой от 4 неполнолетних детей, может фактично бесплатно побудовать жилье. Державная допомога продугледживая полное погашение запозичности по кредите за побудованный дом. Иваншиковы выкористали такую махчимость. Это не только допомога шмадзетной семье, но и добрый стимул жить и развиваться минавито тут, в агрогородку. Для того, чтобы построить такой красивый, уютный, благоустроенный дом, нужно проживать в сельской местности. Даже если взять для сравнения, при расчете субсидий, если строить в городе, то это получается 20 метров квадратных на человека и стоимостью 817 рублей. Если строить в сельской местности, то это получается 30 метров квадратных и со стоимостью 940 рублей. А кроме Иваншиковых, этим летом подобные домы побудовали три семьи у агрогородку Заболатсе и одна увезцы в остров. Все лета в Рогачевском районе свои жильевые умовы полепшать коля 120 семьев.